Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Михаил Непомнящий. Сегодня мы будем форматировать числа в JavaScript. Очень частая задача, когда нужно сформатировать числа, особенно если речь идет о валюте. Мы посмотрим не только валютные варианты, но в основном остановимся на валютах. Сразу скажу, что валюты в современной разработке можно встретить как минимум в трех вариантах отображения. Кто-то добавляет символы доллары, евро, рубля и так далее через CSS. Можно сделать за счет псевдоатрибута каким-нибудь стилем, добавлять в нужные места конкретную символику. Кто-то добавляет свои мапперы и берет строки и добавляет к ним символ, превращая все это дело в строку. Также есть третья возможность. Это через функционал JavaScript добавлять эти символы, причем с многими и многими нюансами. Мы как раз третий способ сегодня рассмотрим. И давайте начинать. У меня три числа, и с числами мы можем работать примерно следующим образом. А я буду их выводить сразу в разметку. Вот у меня есть некий сам один. И если мы хотим это как-то преобразовать, у нас есть, опять же, средствами самого JavaScript как минимум два средства. Первый из них — это использование такой штуки, как toLocalString. ToLocalString — это штука, которая позволяет нам преобразовать число к определенной локали. Причем по умолчанию мы можем эту функцию просто вызвать и ничего туда не передавать. И мы в какой-то локале получим представление. У меня сейчас определился такой европейский формат с разделением тысяч через запятую. Если я добавлю сюда не сам один, а сам два, то у меня, соответственно, каждые тысячи будут разделяться запятыми. Но этой штукой можно управлять. Ей можно передать два параметра. Это либо строка просто как локаль, либо строка и объект, либо просто объект. Объект, соответственно, это определенные опции. Допустим, я передам сюда локаль.ru, и вместо запятых мы сразу увидели пробелы. Где-то мы можем вместо запятых увидеть точки. То есть есть самые разные варианты. Касаемо опций. Опций много, и в зависимости от того, что мы хотим сделать, эти опции и прописываются. По умолчанию у нас в поле style отображается такая штука, как decimal. Соответственно, десятичные цифры. И здесь мы можем хотеть, опять же, самые разные варианты. Допустим, вариант, который называется процент. Понятное дело, что такой большой цифр, и нам проценты, вероятно, не нужны. Давайте что-нибудь поменьше сделаем. Словный x добавим. Скажем, что это будет 10. И для 10 применим эту штуку. И вот увидим, что здесь аж 1000%. Очевидно, это коэффициент, умножаемый на наше число. То есть, по сути, умножается на 100. Ну, коэффициенты с процентами обычно как-то вот так вот поступают с дробями. Вот по особому правилу мы видим, идет преобразование. Если мы все-таки хотим работать с валютой, а это самый, на мой взгляд, распространенный кейс, то мы им пишем ключевое слово currency. Но и этого будет недостаточно. Потому что, когда мы хотим работать с валютой, мы должны конкретизировать, какую именно валюту мы имеем в виду. И нам соответствующая ошибка и выскакивает. Нам нужно конкретизировать. И для валюты мы передаем еще как минимум одну опцию и говорим, что тип валюты у нас, допустим, рубли. И мы сразу видим символ рубля. При этом у нас добавляются еще и копейки в конце, которые вроде бы у нас не напрашивались сюда. Но это возможно. В то же самое время вместо рубли, допустим, мы могли бы заходить евро. И символ, обратите внимание, что он в конце. Потому что JavaScript читает, что в России так принято. Если я скажу, что это будут USD, доллары, они тоже будут в конце. Если я захочу поработать с этим, допустим, на вариант английского, английский, то он у меня уйдет в начало. Причем английский тоже бывает самый разный. Например, есть английский, который британский. И мы видим, что не просто доллар, а US dollar. А если мы скажем, что английский и американский, то никаких дополнительных слов перед долларом мы не увидим. Опять же, мы видим в разделителе. Так форматируют конкретные единицы. То есть, в Америке принято с тысячи разделять запятыми. Так же, как и в Британии. Мы видим точно такой же сценарий. Соответственно, нам нужно найти код символа валют. Код локали, который нас устраивает. Причем локаль это штука, которая формируется из языка и из региона. Если какой-то язык используется в разных регионах, там могут быть нюансы вроде того, что мы только что увидели. При этом сама валюта, она может отображаться очень по-разному. Потому что у нас есть валюта, которая может отображаться символом, который мы сейчас видели. Есть у нас свойство currency display, в котором мы можем это настроить. Можем сказать, отобрази нам код валюты. И мы видим же код. Мы видим, соответственно, не символ доллара, мы видим его код. Либо отобрази нам имя. И мы видим, да, US dollars. Если это будет у нас евро, как это было до этого, это будут евро. Если мы скажем локаль.ru, она даже прямо по-русски напишет евро. Что, согласитесь, очень и очень удобно. Нам не нужно добавлять эти слова, символы самостоятельно. Он просто, JavaScript сам возьмет и добавит это все, куда нужно. Кроме того, если вдруг мы не хотим, чтобы у нас разделялись числа, вот эти вот порядочки, нам не нужны. Это не так часто бывает нужно, но иногда требуется, чтобы разделителей этих не было. Мы ими тоже можем управлять. Есть ключик, который называется use grouping, и он у нас вполне спокойно принимает булевое значение. По умолчанию это true, поэтому мы и видим эти разделители. Если мы говорим, использование групп надо отключить, разделители пропадают. Вне зависимости от локали, в котором мы находимся, разделителей у нас не будет. Ну и касаемо копеек, мы видим, что они по умолчанию всегда есть. Опять же, у нас здесь есть минимум и максимум для самых разных вещей. И сейчас меня интересует Fraction Digits. Я говорю, что минимально мне не нужны они вообще, пускай будет 0. Но если при этом я передам вот сумму, где у меня прописано копейки, они будут отображаться. Если это будет, соответственно, одно число, а не два, будет отображаться одно число. То есть сколько нужно, столько отобразится. Но минимально, я говорю, не надо отображать. Если их нет, пожалуйста, не показывай мне, и я нахожу это более удобным. Ну, соответственно, с use grouping, нужно просто иметь в виду, что он есть. Но чаще всего разделители будут использоваться. Это, как я сказал, уже первый способ из двух возможных, которые у нас есть в JavaScript, чтобы преобразовывать число к валюте, ну, либо к другим стилям, которые у нас есть. Кроме того, у нас есть еще альтернативный способ. Этот способ неудобен тем, что мы каждый раз у самой переменной числовой вызываем встроенный метод и передаем ей опции. Хотя, конечно же, объект опции можно сохранить как отдельную переменную и передавать сюда эту отдельную переменную. Но иногда бывает удобнее сделать несколько иначе. Даже давайте пока что без внешнего кода обойдемся. Оставим эту запись, которая у нас есть в таком варианте, как она сейчас присутствует. Но пойдем немножко по другому пути. Мы создадим некий instance объекта, такой сущности, которая называется Intel. В ней много всего есть. Нас сейчас интересует форматирование чисел. И для форматирования чисел на самом деле у нас будут идти все те же самые настройки, которые мы видели чуть раньше. Один в один. То есть мы можем прямо скопировать, передать. Мы таким образом создаем некий объект. И в этом объекте, который мы таким образом создали, есть встроенный метод формат, в который мы уже передаем какое-то число. И происходит ровно то же самое. Мы видим, что у нас две сущности одинаково отформатировались. Поэтому мы здесь ставим разделитель, чтобы они у нас переносились по строкам. То есть при одинаковых опциях мы видим одинаковый результат, но, соответственно, немножко разным использованием. Почему такой подход может быть более удобен? Просто по той простой причине, что вот эту всю сущность мы можем сохранить как переменную. Например, я создам константу, скажу, что 2euro. Создам себе эту локаль. И дальше, где мне необходимо ее использовать, я буду импортировать в соответствующий файлик эту сущность, говорить формат, передавать ей число, и буду получать нужный результат. И по всему приложению у меня где-то в одном месте будет конфиг вместе с локалью и вместе с опциями. Ранее сказал, что мы можем эту сохранить как переменную, но здесь все-таки два параметра. Здесь мы настроили в одном месте, вызываем формат и передаем туда нужное нам число. Когда нам вдруг нужна другая локаль, мы можем создать несколько хелперов на сей счет. Ну, допустим, опять же, скажем английский. И мы будем получать нужный нам вариант. Если мы не хотим имя, используем код, либо видели значение по умолчанию, это символ. Вот такая история. С числами, я думаю, вам уже приходилось работать и наверняка предстоит работать в будущем. И я надеюсь, что использование двух данных подходов, которые есть у нас в JavaScript с точки зрения автоматизации кода, вам очень и очень пригодятся. На этом все на сегодня. Напомню, меня зовут Михаил Непомнящий. Спасибо за участие. До встречи в следующих видео. Всем пока.